Доброго денёчка, товарищи! С вами Беброс, Танцующий Титан. И в этот раз снова обзор на экзотику, но экзотику не простую, а золотую, как говорится. В этот раз я быстро просмотрю оружие, гранатомёт, который, к сожалению, оказывается в тени Гялархорна, несмотря на то, что сам по себе он очень хороший, особенно в PvP. Гранатомёт этот называется Truth. Ну, чтобы не сидеть тут, не шепелявить, называя его Truth, Truth, я буду просто его называть Труф. Так просто, Труфом. Называть его буду, как поросёнка из знаменитой сказки. Знаете, там что-то ниф-ниф, наф-наф и Труф-Труф. Так вот, буду называть его Труфом, и мы быстренько его рассмотрим, что за оружие, что за зверь такой, и в чём в нём хорошего. По стандартной схеме, вначале просмотрим его элемент. Элемент этот Void. То есть, тут, конечно, это оружие, то есть, в миссиях, где нужен Void, он лучше Гялархорна, то есть, тут он начинает, наконец-то, сиять всеми своими красками, потому что люди его, наконец-то, берут в руки. И это правильно. Какие у него статы? Рейт-о-фар маленький, ну, в принципе, это гранатомёт, это нам знакомо. Достаточно большой радиус взрыва, то есть, отдачи этой. Неплохая скорость снаряда. Неплохая стабильность, хотя это, я считаю, не актуально в гранатомётах. И очень большая скорость перезарядки, но, по-моему, это из-за того, что я поставил правильные перки. Ну, так в чём правда? То есть, кстати, перевод этого оружия, это правда. И правда в том, что Гялархорн лучше. Но и это оружие должно иметь своё место. Давайте пробежимся быстренько по перкам, как Усейн Болт. Три прицела, то есть, это всё на ваше усмотрение. Но я, конечно, вот, стабильность, я считаю, скорость снаряда важнее. Потому что выскочили, стрельнули, спрятались. И быстрее наносится урон. Тут, блин, закрывает половину. Ну, в описании говорится, что больше скорости снаряда и больше радиус взрыва. А вот этот, который у меня стоит сейчас, он, в принципе, повышает тоже скорость снаряда, скорость взрыва. Но также повышается ещё отдача. Ну, я, как я говорил, мне отдача лично в этом оружии не важна. Потому что моё дело нажать кнопку, спрятаться, выйти, посмотреть на трупик, посмеяться и идти дальше по делам. В какой дальше у него перк? Grenades and Horseshoes. Grenades and Horseshoes. Не буду тут выпендриться своим Хоксфордским Аксантом. В общем, ракеты этого оружия взрываются раньше. Но взрываются не просто так. То есть не то, что выстрелный взорвался на полпути, как китайская хлопушка. Взрывается она раньше, зависимо от близости к врагу. То есть даже если вы промахнулись, она пролетает рядом, она почувствует рядом врага и рванёт. И врага либо убьёт, либо ранит. Очень прикольный перк. То есть я считаю, он очень полезный в гранатомётах. Тут дальше атака. Вторая линия перков, которая обычно либо полная туфта, либо дополняет оружие вообще замечательно, как стразы дополняет. Красивое женское платье. Ну, три перка. Первый перк увеличивает скорость снаряда. То есть это прикольно. То есть быстрее доставка такая пиццы, доставка смерти прямая. То есть нажимаете кнопку, и враг раньше умрёт, либо получит урон. Это прикольный перк. Это увеличивает радиус взрыва. Ну, я считаю, посмотрите, по статистике, то есть когда я навожу, тут смотрите, сколько добавится. То есть да, он повышает до максимума, но это не настолько ощутимо, чтобы ставить этот перк в моём личном понимании. Но если вы хотите увеличить радиус на максимум, можете поставить. И это на перезарядку. Поэтому у меня стоит на перезарядке. То есть быстрее менять магазин. Это достаточно важно, по-моему, потому что всего две ракеты в магазине. То есть бах-бах, выстрелил, спрятался за камень, быстро поменял, как, не знаю, какой-нибудь нелегальный таджик складывает продукты в магазине, в мешок быстро. Так же и перезаряжать можно. То есть я выбираю этот перк. Ну и так, в принципе, перезарядка неплохая. Если вы посмотрите, то есть насколько уменьшается без этого перка. То есть это чисто тоже на усмотрение. И вот этот его главный-главный перк. Prototype True Seeker. То есть снаряды, которые выстреливаются с этого оружия, агрессивно преследуют врага. То есть он такие может снаряд петли заворачивать, что челюсть отвалиться может. То есть я видел даже человек на кроте, у меня товарищ один ходит всегда с труфом, и он в конце там появляется Огр. Он выстреливает в Огра, и даже когда Огра вообще не видно, он где-то там за скалой, ракета делает петлю. Просто такую, как на самолете, и бах, прямо в жопу этому Огру. То есть очень прикольный перк, и он очень полезен в ПВП. То есть, конечно, в контроле... В принципе, вообще я против носить экзотику на ПВП, потому что патроны появляются редко, и лучше экзотикой забить основное оружие, либо второстепенное. То есть, ну, если вы берете экзотику, экзотический гранатомет, то, конечно, Гялар Хорн лучше для контрола, потому что там кучкуется народ, и вот эти дополнительные снаряды добьют всех этих раненых инвалидов. Но труф очень-очень хороший гранатомет против одиночных целей, потому что враг тупо не убежит. Она будет его преследовать, и даже если он как-то вернется, как Нео в Матрице, ракета все равно взорвется рядом с ним. И сейчас я быстро продемонстрирую, как это преследуется на монстрах, скорее всего. Может, даже в ПВП пойду, не знаю, потому что ждать ракеты, это все и так далее, и прочее. Плюс найти врага. Посмотрим, в общем. Но я продемонстрирую лучше это на монстрах, потому что в спокойной обстановке можно самому воссоздать ситуацию. Не надо ждать какого-то блистательного момента. Или, скорее всего, прикреплю это в конце видео. И вот тут дальше атака, 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 но я не потратил зеленая манга на это оружие, потому что в моем понимании нет смысла его качать на максимум, потому что есть Гьялархорн. То есть нет смысла. Но если вам очень нравится это оружие, если вы часто пользуетесь, поставьте. Я, к сожалению, пользуюсь редко. Но оно того стоит. В общем, такие вот пироги-товагищи. А, кстати, насчет дизайна. Ну, дизайн ничего такого. Обыкновенно синяя какая-то труба. Я не знаю, со стройки своровали. Всунули туда заряд. Вот тебе и труф, как говорится. В общем, неплохое оружие. Хорошее оружие. Но, к сожалению, на данный момент оно не является лидером. Тупо из-за Гьялархорна. Но, когда появляется возможность пользоваться... Не возможность, а необходимость пользоваться войдом. Либо, если вы используете экзотику в PvP. Это стоящее оружие. Оно мне нравится. Оно хорошее. Ничего супер-пуперовского, кроме вот этого перка. Конечно, этот перк офигенный. Но, в остальном, оружие неплохое. Хорошее оружие. Короче, если вам оно выпало, радуйтесь. Не выпало, горевать нет смысла. Вот такие вот пироги-товагищи. Спасибо за внимание. Хорошего вам недели. Хорошего дропа. Да и всего наилучшего вообще. На работе, в семье. Да и чтоб вкусно покушали. На завтрак или на ужин. В общем, такие пироги, товарищи. Спасибо за внимание, товагищи. До свидания, товагищи. Уга. Отпытывать. Посмотрим, как следует за врагом. Видите, какая петля. Правда, его замочили раньше. Но петлю он завернул красиво, ребята. Сейчас все четыре ракеты просто выпущу, лишь бы куда. Чтобы посмотреть, как петляет красиво. Не убежит, видите, мочит просто дико, то есть за одиночными целями. Вообще нереально. Где-то тут был. Чувак, блин. Так-так-так-так-так-так, кого бы еще, так-то, покажусь и шлепнуть. Блин, всех мочит. Чушь, чушь вы за люди-то такие, дайте мне убить. Кофе, униси, 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 чикатило. Так-так-так-так-так-так-так. То есть, преследуют просто красиво и изящно, как. Ну вот, товарищи, я на земле и сейчас мы продемонстрируем, как ракеты следуют за врагами. То есть, на простых монстрах в открытом помещении. То есть, по-моему, хорошее место. Прошу прощения, если сейчас слышно какие-то посторонние звуки, просто у меня сейчас пухлый француз, сосед там наяривает со своей девушкой. Ну, думаю, надеюсь, это не помешает. Ну, в общем, смотрите, то есть, прицеливаюсь, пикает, значит, может пускать ракету. Правда, один враг, надо еще бы найти парочку. Ну, бог с ним. То есть, он сейчас нацелится, и я прыгну вообще как-нибудь криво. И посмотрим, как приземлится ракета. Так, конечно, не лучшая презентация. Потому что я забыл, что у него радиус взрыва очень большой, накрыло вообще по-черному. То есть, там даже не попал прямо, но разорвал вообще к чертям собачьим. Блин, врагов нету. Ну, где вы там, товарищи-то? Видите, она немного запетляла. Надо, правда, издалека стрельнуть, чтобы наверняка. Потому что пока что-то не лучшая презентация оружия. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Блин, хреновое место выбрал, друзья. Простите, пожалуйста, я только видео затяну с этим. Вот они за камнем. Были и нету. Опять за камнем. Она просто преследует его, то есть, в зависимости от движений. И это круто, то есть, в принципе, презентация хреновая. может таких pvp заскочу не знаю посмотрю еще ну судьбы поняли то есть ракета следует за врагом он двигается она следует за ним она не будет лететь прямо и на будет петлять гораздо больше чем о прилетели она будет петлять гораздо больше чем тот же гиалархон я подвигаю блин это криво стены видите то есть я даже вообще упал кто-то в дыру но она все равно прилетела и ударил и так и что осталось а ничего не осталось уже раскидала по всей земле в общем хорошая пушка друзья для одиночных целей где много препятствий на пути очень хорошая навод